Субтитры сделал DimaTorzok Соломо и всем, друзья, меня зовут Иван, вы на канале 2HitPoint И мы продолжаем играть в игру My Summer Car И сейчас я немножко расскажу, что же здесь происходит вообще у нас в игровом мире Что я сделал, что произошло, что я потерял, что случилось и как я уже один раз... О, педальки какие... Один раз умер Короче, нет мопеда Мопед я потерял, когда ехал Точнее как, я на нем разбился Соответственно, сдох И валяется он, знаете, где-то в районе, где нужно собирать клубнику Где-то там, на левой обочине Я на нем разбился Умер Еле добрался до дома обратно там на автобусе пешком Меня еще подвез этот чувак На зеленой машине Вот Такие дела Ситуация такая Мне сейчас позвонил сначала чувачок, который... Как он? Теймо Позвонил Теймо Говорит, твои трещотки готовы, которые я заказал Которые я уже в прошлой серии говорил Нам нужно эти трещотки забрать Мне позвонил только что чувак, который хочет, чтобы мы ему отвезли дровишки Которые мы уже предварительно накололи Потому что... Потому что денег нету Всего 342 марки Потому что я эти деньги у свина все проиграл В карты я больше играть не буду У меня не получается, видимо, играть Я больше 2000 Просто... Просто слил У меня оставалось 22 марки Я еле добрался обратно до дома Это какой-то кошмар Вот Не буду больше в карты играть Еще, я так понимаю Немножко не догоняю Вот это вот Нормально? Или это все-таки кузов у меня немножко помялся? Вообще, мне-то не нравится Вроде как не должно быть так Но может и должно Не знаю Но в любом случае, когда мы соберем уже машину Я думаю, будем отдавать на... На перетяжку кузова В смысле на выравнивание И нам ее починят, нам ее сделают А сейчас, на данный момент, ситуация следующая Я сейчас иду Ну, сначала, как обычно Во-первых, я смотрю, потому что у меня бежит щечек Я выключаю нахрен везде свет Еще я выяснил, что у меня вот здесь вот Перманентно просто горит свет И тратит мне электроэнергию А мне сейчас, вот на данный момент Это точно не нужно Чтобы тратился так сильно Электроэнергия тратился Я сейчас беру сосисочки И молоко Сосиски я съем сейчас Молоко я возьму с собой В дорожке покушать, попить И так как вроде как брага Брага готова у меня, кстати Кто не видел, я вроде готовил ее Ну, да, тоже на запись Все хорошо Она теперь не булькает Все замечательно Вот, и план таков Я сейчас подгоняю трактор сюда С дровами Закидываю туда Молоком Закидываю туда Набираю пару пакетов соков С брагой Закидываю туда брагу Еду, сдаю Дровишки Там же рядом доезжаю Отдаю ему на бутылки 3-4 Ну или можно даже все Они у меня тут вроде все пустые Я их все выпил Чуть не обоссался Но и чуть сахарный диабет у меня не был Но бутылки все пустые Можно, кстати, все Да, почему бы и нет Вот Отдаю ему брагу С леса мы получаем деньги С браги мы получаем деньги И Ну, и Нам нужно как бы за трещоткой съездить Но съездить у меня уже не на чем Только если на лодке, допустим, сплавать Вот, потому что Мопеда у меня нет теперь Машина не собрана Дядя пока Я с дядей пока не разговаривал Он зажал пока свой минивэн Он где-то там ездит Не знаю, в запой, наверное Гуляет Вот Но Дяди нет И минивэна тоже Нет Поэтому перебиваемся пока Пока так Я очень надеюсь, что в ближайшее время Дядя все-таки появится Потому что Нужен минивэн мне Вот прям нужен Без него вообще никуда На мопеде хоть как-то можно было рассекать Без мопеда на одной лодке Ну Тоже Она, во-первых, бесит меня Вот Не знаю Вот бесит меня лодка Она, во-первых, громкая И плыть на ней долго И неинтересно Если хоть на мопеде Или на автомобиле нужно управлять То на лодке Не нужно управлять Там просто садишься Бээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Отвез я ее в гараж, наверное. И заправлю все канистры соответствующим топливом. Чтобы был и дизель, чтобы был и бензин. Бензин нам вроде пока не нужен, потому что... Он нам пока не нужен, потому что... Вот, а дизель понадобится и для этого, и для этого, и для всего. У нас пока на дизеле ездит. Давай, заводимся. Отлично, все, закрываем дверь. На, пристегаться не будем, даже трактор. Погнали, отлично. Все. Еще нужно посмотреть, сколько времени. Здесь времени нет вроде, да? Да. Хотя, мне в принципе не важно, сколько времени. Блин, тени что ли отключить? А то тени что-то вообще... Вот что это такое? Ну вот что это такое? Я, конечно, понимаю, что находится все еще игра в раннем доступе. Но это безобразие какое-то. Это глаза вытекают, если на это смотришь долго, если с этим наблюдаешь. Не знаю, по-моему, это нужно как-то пофиксить или отключить. Ну, это нужно обязательно проверить, потому что топливо может закончиться. И как бы мы встанем там посреди хер пойми чего и не сможем ничего сделать. Итак, первым делом мы закидываем молоком. Я специально оттягиваю прием сосисок, потому что... Ну, потому что зачем мне утолять какую-то... Ой, я... Зачем мне утолять неполную? Голод неполный, когда можно утолить полный. Где-то здесь она будет лежать. Мне кажется, ему здесь будет комфорта. Вполне. Я надеюсь. Вот здесь пусть лежит. Так, Брагу. Брагу, пошли. Так, сосисочки. Удачи, сосисочки. Не мешайте. Я бы поджарил, на самом деле. Я вообще понял, что это выгодно жарить сосиски, потому что ты сжираешь всю пачку. А даже полный показатель стресса... Полный показатель голода... Крышку надо нащупать. Крышку надо нащупать. А, вот. Вот, красавчик. Так, давай. Не знаю, что они просто будут валяться в тракторе. В бутылке. Ой, он даже это набрался. Слышали? Все? Kill Jew. Kill Jew. Один бутылка. Хорошо. Если кто не знает, я этого еще не делал. То есть... Я вообще много еще что не делал в этой игре. Вот. И в том числе брагу я не сдавал. 4, 5, 6. Ну вот, 6. А если я поеду в магазин, то нужно будет еще соком закупиться. У меня вроде уже на тот момент должны быть деньги. Я отключил все моды. Я играю сейчас на этом, на экспериментальной ветке. Все обновления, которые выходят, они у меня сразу догружаются. И я их отслеживаю. Вот. И без модов, конечно, тяжко. Особенно без мода. Допустим, закроем пока. Там много еще, много. Особенно без сумки. Вот это просто дичь. Когда ты можешь 8, по-моему, наименований вещей в рюкзак себе кинуть. И вообще не париться. Вот. Либо не можешь, и тебе нужно париться. А где мое молоко? Я что-то не понял, где мое молоко. Мистер Трактор. А, вон оно, вон оно. А, ты так завалилась, да? Так он даже не двигался. Можно сделать вот так? Оно же будет там храниться? Оно же никуда не денется. Ты куда поехал? Стоп, 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 стоп. Стоп, 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 стоп. Вот это я забыл. Вот это я... Вот это нехорошо. Да, мне кажется, лучше брагу закинуть вот туда. И ей будет там комфортно. И когда я высыплю все дрова, у меня останется только брага там. Потому что с большей вероятностью, мне кажется, что она вывалится из... Из кабины моей. Вот, потому что там мало места. И колбасит ее. Прицеп тоже, конечно, колбасит. Но не знаю, чего-то мне кажется, что это лучше. Поэтому я все захерачу в прицеп. Первый раз у меня не получилось собрать машину. Будем пробовать второй раз. Все, все мои бутылки здесь. Вот они на дне лежат. Нужно было закинуть, конечно, их, наверное, ближе к центру. Я ж полагаю. Раз они уж все равно проваливаются сквозь деревяшки. Ну да ладно. Сосисоны съедаем и погнали. Съедаем сырые сосисоны. Кто любит сырые сосисоны, ставь лайк. Ставь лайк. Пей воду и ставь лайк. И что-то мы вообще стрессуем. Я тут выяснил, знаете чего? Я даже... Даже не знал. Покурим по дороге, короче. Да. Что оказывается... Оказывается... Ну, не обязательно курить. Не обязательно снимать стресс курением. Вот. Закрываем дверку правую. Закрываем дверку левую. Заводимся. Оказывается, когда ты ругаешься матом. Когда ты рубишь дрова. И что-то еще когда делаешь. Стресс твой. В какой нам сторону надо? Влево. Стресс твой тоже снимается. Я вот этого, если честно, не знал. Так, все, я взял. Брагу взял. Сейчас, дайте я подождите, подумаю. Да почему ты не тормозишь-то? Почему она опять не тормозит? Handbrake space. Handbrake space. А, вот брейк. Подожди. Спейс. Handbrake. Пусть все будет space. Так, привожу дрова, да, вываливаю. Еду дальше. Отдаю брагу. Канистру я забыл. Я забыл. И наружник забыл поставить, что все уедет куда-нибудь. Мой трактор опять. И канистру забыл. С дизелем. Я, правда, без понятия вообще у меня есть там дизель. Нет дизеля? Что это мне подсказывает, что его там нет? Потому что я его не набирал. А если я его не набирал, то с какого хера ему там появиться и куда? А, вот, вот сюда заправлять. Видал, видал? Ну, то есть дизель в канистре изначально есть. Я отвечаю, я его еще не... Ну, да. Ну, его так много, что прям... Окей. В принципе, я канистру тоже возьму с собой. Когда изящно залетело. В принципе, вообще все можно делать на тракторе. Просто это медленно. Трактор ездит медленно. Медленно. Мне больше всего нравилось на мопеде. И я особенно с джастом так приноровился. Что аж прям лучше, чем на автомобиле это все дело. Я делал. Закрой, пожалуйста, дверь. Так, ну все, поехали. Вот теперь точно все готово. Теперь точно снимаем тормоз ручной. И сначала на пониженной. Выезжаем потихоньку отсюда. Дая небольшой... Шире круг. Поворота. И в дальнейшем уже переключаясь на повышенную передачу. Едем до нашего чувачка. Ну да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да. Но все. Я не думаю, что пока я еду, здесь что-то интересное произойдет. Здесь что-то интересное произойдет. Я врублюсь. И встретимся с вами уже на подъезде к чуваку. Я не знаю, что случилось, но что-то трактор у меня перестал ехать. А у меня... Наверное, зря я выехал... Съехал, точнее, с дороги, да? Меня не совьет поезд. Случаем. Где-то проказник. Вроде нет. Вот. И колеса утопают, видимо, прицеп. Да и сам трактор тоже утопает. Короче... Короче, решил я... Скоротить путь. Но в итоге я, походу, здесь сейчас... Его еще и колбасит. Ну ладно. Постараемся доехать. Так, на пониженных... Умри. На пониженных вроде нормально. Медленно, но едет. Вот, давайте проверим. Вот, как будто здесь прям какое-то болото. Видите, я прям жму на пониженной, на первой. И вот он еле-еле... Херачит. Давайте, наверное, ближе к ЖД я сверну. Поезд. Вот, потому что ближе к ЖД, наверное, там дорожка будет... По-тверже. Ну и есть вариант вернуться на дорогу. Я не так много проехал. Давайте я вот так максимально заеду. А, вот так нормально. Да-да-да, вот видите, вот это, короче, полоса. Вот это вот полоса. Это прям... Показатель. Врубаем повышенную, короче, полестрее. Поедем, это все дело. Разделительная полоса между вот этим болотом... Болотом. И нормальной дорогой. Я надеюсь, поезд меня не собьет. Он вроде только что проехал, он не так часто ездит. Поэтому... Едем дальше. Ну вот, собственно, мы доехали до дороги. Немножко сбросим сейчас... Передачу. Я только, если честно, не помню, куда мне сейчас... Либо в обратную сторону ехать. Я сейчас карту посмотрю. Не съезжай никуда. Я надеюсь, у меня поезд не заденет. Никуда я тебя посмотрю. Да, вроде не должен. Нормально. Нормально. Вот, сейчас я карту посмотрю. Да, я все нашел. Оба дома находятся до железной дороги. То есть, наверное, даже смысла не было так сильно срезать. Вот, ну... Может, это и не напрасно. Поезда нету. Сворачиваем направо и едем. Закрой. Едем обратно. Первый дом справа, получается, тогда будет пьянчушка. А уже второй дом... Ну, это с этой стороны первый и второй. А если я бы ехал нормально по дороге... Что-то не вытягиваешься совсем, а? Вот зараза, а. А, ну горка, потому что, да? Да, горка такая здесь ни хера. А я, кстати, не знаю. Я вроде моды отключал. О, это ж пьянчушка! Это ж пьянчушка, чуваки! Я приехал сюда. Заворачиваем. А, да, заворачиваем. Или нет. Подожди, подожди, подожди. Да стой ты, господи. Или нет. Наверное, стоит все-таки съехать с дороги. Мне потом выезжать просто лень. Вот веришь, нет? Лень выезжать. Но может в меня эта херня врезаться, которая... Ездит не по правилам. Давай я парканусь куда-нибудь. У меня даже паркануться негде. Ой, ладно. Давай я где-нибудь здесь стану. Вот здесь нормально. Мы же трактор. Че, мы не выйдем отсюда, что ли, в самом деле? Вот так я съеду с дороги. И все. Все. Глушимся. Обязательно ставим тормоз, чтобы никуда не уехали. Чтобы никуда не укатились. Нейтралку ставим тоже. И... О, да. Окей. Поругаемся немножко. Так, с этим у меня все нормально. Мне нужны куджи. Раз. Два. Вот здесь не то. Раз. Два. Три. Я надеюсь, я все довез. Четыре. Пять. Шесть. Шикарно! Обратно канистру закидываем. Пусть она там лежит. А мы несем на пробу нашему любимому красноносовому алкашу нашу брагу. Так, давай посмотрим, хорошая ли у тебя сахарная вино. Что-то типа того. Очень хорошее сахарное вино. Мне нравится. Сильное. Как ад. Я заплачу тебе за него. Сколько он дает мне за него? 170 марок. Хорошо. Да. Ох, нихера. У меня сейчас прям косарь будет. Слушайте, это приятно. Нужно наладить производство, на самом деле. Ну, это это вообще заморочено. Мне кажется, можно зарабатывать и менее заморочено, потому что это нужно же потом эти, как он. Ну, проблема сама в этом. В бутылках. То есть, мне нужно их докупить сначала, потому что их всего по 6 штук продается. 1200 марок. Спасибо, чувак. Спасибо. Очень приятно иметь с тобой дело. Мы, кстати, очень хотим пить. Очень хорошо, что здесь ввели уже колонки. Я не знаю, в обычной версии есть они или нет. Вот. Я так как в экспериментальной нахожусь. Ну, наверное, уже ввели. Хотя, хер знает. Но у меня есть. Я попью. Все, дело сделано. Денежка есть. Напоминаю, что использованные пакеты из подсока мы можем вернуть себе на свалке. Когда он их выпьет и туда отвезет. А мы их оттуда заберем. Купим еще. И у нас будет уже гораздо больше резервуаров для брахи. Все. Садимся. Ну, или с открытыми дверей не пойдет. Так, чтобы проветрилось. Заводимся. Что-то по топливу у нас нормально. Вроде нормально. Я вроде успеваю. Все хорошо. Главное, долго не стоять с заведенным. Так, это мы сейчас на пониженной, наверное. Будем выезжать. Потому что дело такое. И аккуратненько. Постепенненько. Все. Все. Переключаемся. И погнали. Я, наверное, даже паузу делать не буду. Потому что дома находились там совсем недалеко друг от друга. А если еще я втоплю на третий и на повышенной, то очень быстро доеду. Возможно, даже вот этот дом. Да! Да-да-да-да-да! Да-да-да! Да, блин, как все близко и как все удобно. Несмотря на то, что его дом огорожен, мы сюда все равно заезжаем. Тоже берем пошире, так как у нас прицеп. Не забывайте об этом. Кстати, вот этого дома здесь не было. Вы что хотите делать со мной? Вот этого не было здесь. Вот этого вот. Херни. Так, примерно-примерно где-то вот сюда. Чуть подальше надо, потому что я в тот раз выгружал и оказался сам в этой куче. А с тормозом я так и не разобрался. Все. А, нет, должна быть, не должна быть заглушена. Где эта штука? Стой, ты куда поехал? Стой. А, во-во, пошло-пошло. Ну-ка, стой. Не знаю, ну как-то получилось. Как-то получилось. Надеюсь, он не уедет без меня. Да, он постепенно, очень медленно поднимается. Наверное, все-таки дело в оборотах. Ну ладно, сейчас он выгрузится и я заберу свои денежки. Так сказать. Какой страшный полюбин, а. Опа, достал мне, протянул. А, нет, он показывает, куда. Да вот-вот, вот сюда выгружу. Вот, видите, как далеко. Ай, красавица, ай, красавица. Вон молочко осталось. Все, хватит, подожди, подожди. Глушим, точнее, опускаем обратно. Сейчас я как раз разберусь. Да, походу, отвечает за это, вот эта штука. Регидравликс. Потому что, если и должен быть акселератор включен, потому что, если я его убираю, по топливу нормально. А, нет, все равно опускается. Ну, все, все, я разобрался. Ванька, красавчик. Ты мне лучше скажи. Опускается? Да, опускается. Что это у тебя такое здесь? Вот это что такое? Что они не удосужились даже дерево отсюда убрать и впихнули какой-то сарай. Это ты построил? Давай деньги заберем, а ты что-то передумает еще. Сегок, это мне тут вручишь. 3200, это очень, это выгоднее, чем брага. А, деньги есть, чуваки, гуляем вообще классно. Ну, все, я рад, я хорошо. Я потерял канистру. Где моя канистра? Где? Вот она, канистра. Так, грузим ее обратно, закрываем крышку и едем. Ну, вообще, по-хорошему, слушайте, нужно доехать до Магаза. Давай, я сейчас заглушу и хорошенько подумаю, есть ли вообще необходимость и возможность нормальная ехать в Магаз, потому что, как бы, время не на моей стороне. Вот, ну, нужно набрать дизелька и нужно взять инструменты, так как денежка уже есть. Сейчас я еще по карте посмотрю, сколько ехать и успею ли я или нет. Скорее всего, нет, но я сейчас посмотрю и вернусь. Да, короче, дела такие, заводимся. Вы уже, наверное, по моему тону поняли, что я не поеду в магазин, потому что я нахожусь прям ровно на самом дальнем расстоянии от него. И лучше бы, конечно, мне пойти, а у меня тут усталость на максимуме, тут я спать не могу. Вот, поэтому я не смею рисковать. О, не-не-не-не, не-не-не, ты что, мне не нужна вот эта дырка. Вот, поэтому я пру домой и ну и там уже подумаю, что делать. Может, мне на записи съезжу за трещотку, господи, что там события тоже мне. Вот, ну или это будет уже в следующей серии, но сейчас уже ехать совсем не резон, я уже хочу спать, буду ложиться спать. Вот, погнали. Фу, ну вот, короче, мы подбираемся уже к нашему дому. Доехали, усталость даже еще до красной, до красного состояния не дошла. Усталость не дошла, да. Вот, трактор я паркану обратно, дяди все еще нету, зараза, дежен, шатается-то. Трактор ставлю обратно, потому что будем мы активно заниматься дрововырубанием, потому что это оказывается очень выгодно, кто же знал. Дрова рубить... Так, в какую мне сторону надо? Сначала вот в эту. три раза всего съезди и у тебя десять косарей марок в Индополож. Это очень здорово. Так, стоп. Немножко кривовато. Вот так как-то. И назад сдаем. А он и без меня сдает назад. Я вообще ничего не нажимаю. Мы с горочки катимся. Топливо экономим. Ну, экономили топливо на самом деле, если бы у нас движок не работал, что мы сейчас и сделаем. Кстати, чего бы и нет. Все. Стопэ. Нейтральчик. Парковчик. Нейтральчик, я сказал. Ну да. Все. Выходим. Приехали. Даже молочко не понадобилось. Даже молочко я не использовал. Где оно, кстати? Вот оно. Сейчас его бахну. Прицеп вот мне не нравится, что-то колбасит. Вот и там он колбасил, вот здесь его колбасило. Не знаю. Не знаю. Возможно, стоит его отцепить. А, ну правильно, он прицеплен криво. Я его криво прицепил. Теперь его колбасит гораздо меньше, но колбасит. Но до меня это уже не интересует. Вот. Все, идем домой. А что надо было? А ничего. Ничего не надо было. Денег я заработал. Брагу отвез. Дрова отвез. Деньжат теперь есть. Это была навозная куча, да? Компостная, наверное, даже. Дядьки нет. Все, ложимся тогда спать. В следующей серии поедем в магазин. Купим себе сока. Купим себе. Это я когда буду пересматривать, чтобы знать, что мне нужно еще купить. Здесь вот, кстати, постоянно вот это вот, вот это вот красное шняга. Уже заметил сколько лет назад. Так, надо купить сока, надо купить еще сахара. Ну, для браги новой, короче, все ингредиенты. Забрать инструменты. Ну, и вроде как... Вроде как... Все. Все, заходим. Брашку убираю обратно. Жалко, что только в пакетах из поцока ее можно софасовать. Нету. Нету пространства для раздолья. Вот это мой новый принцип установки сидений. Это такой своего рода кабриолет у меня получился. Ну да, да, в принципе все. В принципе все. Сейчас я пойду посмотрю, сколько там время. Мне точно ложится спать, хотя если я сейчас лягу, то проснусь я прям посреди ночи. Ну, это уже проблемы следующей серии. А на этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал, ставьте нравится и до встречи в следующих видео. Счастливо! Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok